Так и хочется сказать, никогда такого не было и вот опять. Прошло почти три года с момента возврата авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сирийского похода и более двух лет с момента, когда крейсер был отправлен на плановый ремонт и модернизацию. И… очередное происшествие. Но давайте по порядку. С ноября 2016 года по 6 января 2017 года «Адмирал Кузнецов» выполнял боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ России у берегов Сирии. Во время этого похода корабль впервые принял участие в реальных боевых действиях. Тогда же произошло и первое ЧП. 14 ноября 2016 года потерпел крушение самолет МиГ-29К. Во время захода на посадку летчик выжил. Корабль вернулся в Североморск 9 февраля 2017 года. На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца участия в боевых действиях летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из которых 117 ночью. Примерная стоимость действия крейсеров в Сирии составила 7 с половиной миллиардов рублей. 23 февраля 2018 года за заслуги и укрепление обороноспособности страны, высокие показатели боевой подготовки, мужества и героизм, проявленные личным составом во время выполнения боевых задач, президентом России крейсеру был вручен орден Ушакова. Практически сразу после своего возвращения крейсер встал на ремонт. Работы по ремонту начались в октябре 2017 года на Мурманском судостроительном заводе. Планировалась замена всех котлов и оборудования. После ремонта и модернизации срок службы адмирала Кузнецова должен был увеличиться на 10 лет. На модернизацию планировалось потратить около 50 миллиардов рублей. Первоначально завершение ремонта было запланировано на 2020 год, а ввод состав ВМФ России в 2021. Позже сроки были сдвинуты до 2022 года. Теперь к основной теме ролика. 12 декабря 2019 года на авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов, стоящем на ремонте, произошел пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Пожар начался утром 12 декабря. Корабль, который находился на ремонте в центре «Звездочка», загорелся во время проведения ремонтных работ в первом энергоотсеке крейсера. При пожаре пострадали 12 военнослужащих, сообщает пресс-служба Северного флота, есть пропавшие без вести. Шесть человек попали в реанимацию. Как сообщили в той же пресс-службе, военнослужащие отравились продуктами горения и им оказывается помощь. Пожарным удалось локализовать очаг задымления на судне. Как говорил один известный контр-адмирал с применением всего спектра русского и могучего, гибель личного состава в мирное время – это преступление. Преступление, за которое хочется верить ответственно и понесут заслуженное наказание, и будут приняты все меры для недопущения подобного в будущем. Перечень происшествий на данном корабле вообще имеет достаточно длинный список. Так, 18 октября 2004 года произошла авария с самолетом Су-25 УТГ, который совершил жесткую посадку, вследствие чего у него сломалась правая стойка шасси. Больших разрушений на корабле удалось избежать, благодаря тому, что Су-25 УТГ зацепился посадочным гаком за трос аэрофинишера. Среди предполагаемых причин аварии – ошибка экипажа и усталостное напряжение металла. Самолет был доставлен в 121-й АРЗ Кубинка, но признан неремонтопригодным, после чего был списан. 5 сентября 2005 года в Северной Атлантике на корабле произошли две аварийные посадки самолетов Су-33. Один из истребителей упал в океан и затонул на глубине 1100 метров. Самолетом управлял Юрий Корнеев, который успел катапультироваться. Второй самолет смог удержаться на палубе. Причиной обеих аварий был признан обрыв троса аэрофинишера. Затонувший самолет планировалось уничтожить глубинными бомбами в связи с наличием секретной аппаратуры. Однако выяснилось, что сделать это невозможно. Командование ВМФ выразило надежду, что самолет разрушится сам. 6 января 2009 года во время стоянки на рейде в рамках проведения военных учений в турецкой военно-морской базе Акзас на борту корабля в одном из носовых помещений произошел пожар. Ликвидировать пожар удалось силами экипажа. В результате отравления угарными газами погиб матрос срочной службы Дмитрий Сычев. По заявлению специалистов, корабль не получил серьезных повреждений и 11 января принял участие в совместных учениях с Грецией. 14 ноября 2016 года в Средиземном море и также во время захода на посадку потерпел крушение самолет МиГ-29К. Пилот успел катапультироваться, был обнаружен спасательной службой в нескольких километрах от корабля и доставлен на борт. 5 декабря 2016 года при посадке на корабль и опять из-за обрыва троса аэрофинишера был потерян Су-33. Пилот также успел катапультироваться и также был доставлен на борт. В 2018 году во время ремонта в ночь на 30 октября из-за внезапного отключения электроэнергии с берега началось неконтролируемое погружение одной из башен плавучего дока ПД-50. ПД-50 начал погружаться. Из-за того, что моторную команду дока ранее сократили, а для дизель-генераторов горючее не закупалось, ПД-50 не смог перейти на собственное электропитание и стал тонуть вместе с авианесущим крейсером Адмирал Кузнецов. При этом 70-тонный башенный кран упал на палубу авианесущего ракетного крейсера. Упавший кран повредил часть полетной палубы авианосца, а размеры пробоины в палубе в кормовой части авианесущего крейсера Кузнецов оценивались примерно в 20 квадратных метров. Также кран повредил несколько отсеков под палубой. Один человек пропал без вести. Список шокирующий, но хочется верить, что возникший пожар станет последним ЧП на корабле и после ремонта, сроки которого теперь безусловно сдвинутся, мы получим не только боевое судно с высокими характеристиками, но и технику, обслуживать которую будут внимательно с соблюдением всех требований техники безопасности.